Возлюблю тебя, Господи, Крепость моя, Крепия моя, Примежище мое, Избавитель мой, Стала моя, На него я упадаю, Больше ты спасение мое, И убежище мое. Ты дал мне счастье спасение, Ты дал мне счастье спасение Твоему Господь, Мой Господь мой, Тебя буду вечно славить, Тебя буду вечно славить, И петь буду в имени Твоему. Благословен защитник мой, Господь да будет превоснесен, О, спасение мое, Бог. Слава Богу! За то, что мы в этот вечерний час Имеем еще одну возможность Находиться на этом святом месте. Вначале я буду читать Из первой книги Царств 7 главы 7 стиха. Когда же услышали филистимляне, Что собрались сыны Израилевы в массиву, Тогда пошли владетели филистимские На Израиля. Израильтяне услышали о том, Убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу, Не переставая взывать о нас к Богу, Господу, Богу нашему, Чтобы он спас нас от руки филистимлян. И взял Самуил одного из ягненка от сосцов, И принес его во всесожжение Господу, И воззвал Самуил к Богу о Израиле, И услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, Филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день Сильным громом над филистимлянами, И навел на них ужас, И они были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из массива, И преследовали филистимлян, И поражали их до места под Вифором. И взял Самуил один из камней. Один камень поставил его между массивою и между сеном, И назвал его Эвен-Эзер, Сказав, до сего места помог нам Господь. Я прочитал весьма известную историю жизни народа израильского. Я хочу обратить ваше внимание лишь на последний стих, на вот эти последние слова, которые сказал Самуил. До сего места помог нам Господь. И как я прочитал это слова Самуила. Как я читал выше, народ израильский, он был в стеснении от филистимлян. И когда Самуил пришел совершать жертвоприношение, случилось так, что филистимляне пришли воевать с Израилем. Как мы читали, Господь ступился за Израиля. И Господь помог израильтянам поразить филистимлян. И когда в 12 стихе мы читали, Самуил взял камень, поставил его между массивом и между сеном, и назвал его Эвен-Эзер. Самуил увидел Божью милость, увидел Божью помощь. Самуил понимал, что только Бог помог им пройти через этот рубеж, помог в этой тяжелой ситуации. И Он ставит этот памятный камень и называет его Эвен-Эзер, что обозначает камень помощи. И при этом Он сказал, что до сего места помог нам Бог. И мы подобны к народу израильскому. Идя по жизни, мы имеем духовные сражения, духовные победы. Иногда, к сожалению, мы терпим и духовные поражения. Мы, подобно к народу израильскому, приходим на новые рубежи. А время на этих рубежах, подобно к Самуилу, ставит новые памятные камни, называя их 2012, 2013, 2014. И ныне мы с вами находимся в преддверии праздника Христова Рождества, в преддверии начала Нового года. Анализируя свою жизнь, оглядываясь назад, я могу с полной уверенностью сказать, что до сего места помог мне Господь. Я думаю, что вы так же сами, вместе со мной можете сказать эти же самые слова. Потому что, даже если у нас не были какие-то трудности или переживания, Господь был всегда с нами. Потому что Бог сказал в своем слове, что не оставлю вас и не покину вас. Совсем недавно мы встречали этот год. Это было как будто вчера. И вот через несколько дней этот год останется позади. Он останется в вешенности. И перед нами будет новый рубеж. И мне хочется напомнить вместе с вами слова апостола Павла, которые написаны в посланник Ефесянам, 5 глава, 15-16 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Здесь апостол Павел призывает нас поступать мудро, дорожа временем, потому что дни лукавые. Размышляя так, интересно, почему или в чем заключается лукавство наших дней. Если мы говорим о лукавом человеке, мы понимаем, что этот человек, он не всегда искренний, не всегда договаривает что-то до конца. Сегодня он здесь такой, а завтра он там такой. Или попросту мы понимаем, что он обманчив. Иными словами, апостол Павел, пиша это послание, он говорит или призывает нас поступать осторожно, дорожить временем, потому что дни обманчивы. Действительно, мы ограничены во времени. Мы не можем изменить то, что уже сделано. Хотя порой так хочется сказать то, что уже сказано, или сделать то, что уже сделали. Иногда мы думаем, что мы еще успеем сделать то или иное. Но, как часто бывает, что наше время, увы, уходит, и мы не успеваем сделать ничего. Павел пишет, поступайте осторожно, мудро, чтобы от наших поступков, от наших действий была польза для наших бессмертных душ, чтобы нам не сожалеть потом вместе с неразумными. «Готовясь к проповеди, я увидел одно интересное стеотворение. Я прочитаю только последний куплет этого стеотворения. Заключение непременно, возвращаясь к главной мысли, все проходит постепенно, только годы мчатся быстро». И это действительно так, и об этом нам также говорит Священное Писание. Откроем вместе с вами Псалом 89, 10 стих. «Дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим». Здесь за наши годы написано так, что они проходят быстро, и мы летим. И ниже 12 стих, здесь Моисей пишет такие слова. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Поэтому как важно научиться от Господа правильно исчислять наши дни, то есть правильно использовать наше время. И сейчас перед нами молитва, и в наших молитвах мы будем благодарить Бога, как Самуил, вместе с Самуилом, что, оглядываясь назад, мы можем сказать, что до сего места с нами был Бог. Будем просить так, как Моисей, чтобы Господь дал нам мудрость правильно использовать наше время, правильно прожить на этой земле. Будем просить у Бога также милости и мудрости, чтобы нам поступать осторожно, дорожа своим временем. А Господу пусть за все будет слава. Аминь. Будем молиться. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили. Господи, и бесы повинуются нам, о имени Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть, наступающую на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возвратился духом Иисус и сказал, Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. И обратившись к ученикам, сказал, Все предано мне, Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И обратившись к ученикам, сказал им, Особо блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо, сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть то, что вы видите и не видели, и слышать то, что вы слышите и не слышали. В тот час один законник встал и, искушая Его, сказал, Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, А кто мой ближний? На это Иисус сказал ему, Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехон и попался разбойником, которые сняли с него одежды, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и увидел его, прошел мимо. Так же и левит был на том месте, прошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два диналия, отдал содержателю гостиницы и сказал ему, Позаботься о нем, и если что, и сдержишь, что более, Я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думая, что ты был ближний попавшемуся разбойником? Он же сказал, показавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, Иди, и ты поступай так же. Еще одно местописание, это будет от Луки в 17 главе, в 11 стишке ниже. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек, прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидел он, сказал им, Пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога и полниц к ногам его, благодаря его, и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, Не десять ли очистилось? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего, иноплеменника? И сказал ему, Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Еще одно место зачитаю. Это будет Псалтырь. Псалом 102. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя. Святое имя Его, благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодарений Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Господи творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути мои свои. Моисею сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господня к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония нашей. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цветок полевой, так Он цветет. Пройдет над Ним ветер, и нет Его, и место Его уже не узнает Его. Милость же Господня, от века до века боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящихся завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство Его всем овладает. Благословите Господа, все ангелы Его крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуются глазу Слова Его. Благословите Господа, все воинства Его, служите Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его. Благословите душа моя, Господа. Аминь. Благословите Господа, Всесильный Царь Вселенной, Ты ясный сам искал, И родит я смиренно в пещере возрежал, И я глядел, как зритель, и людям говорил, Да ясный был Спаситель, но Ты мне чуждым был, Но голосу смыкал я, в пещере был чадут, И я святом лежал, я теперь тебе иду, Хочу тебе родиться, и сердце жить твое, И днем изобразиться, как в зеркале живой, И ты ко мне явился, любовью осветял, И я тебе родился, и стал твое дитя, И чудо Ты родился, и стал опять дитя, И сердце мне вселился, в нем ясный обретел. Простите твое, расти во мне, Христос, Что б дитя земное гордыне не возрос, Что весь я умолялся, и что в любви Твоей Я весь преображался для славы вечных дней. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогая церковь, дорогое собрание, скажем слава Господу! Ибо до сего места помог нам... Не слышу! Господь! Аллилуйя! Слава Ему! Он есть Твой и Мой светильник, и Он выжигает Его для того, чтобы Он горел всегда, когда Ты идешь, и чтобы Он освящал Сизю Твою, чтобы не свернуть Тебя ни вправо, ни влево. А тот путь, который Он определил, говорит, Я есть путь истинной жизни, чтобы довел Тебя до вечной Отчизны. Аллилуйя! Слава Ему! Господь в 16-м псалме... 17-м псалме, извиняюсь, вторым стихом говорит... «Возыблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». И 31-й стих говорит... «Бог, не порочен путь Его, чисто Слово Господа, щит Он для всех уповающих на Него, ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?» Аллилуйя! Вы знаете, сегодня на утрешнем собрании брат говорил, что каждый идет сюда, имея в сердце своего Бога. И мне понравились эти слова, вы знаете, я уже неоднократно слышал проповеди, но вот он сказал нечто, что каждый идет сюда со своими мыслями, со своим тигарем, со своими радостями, со своими проблемами, с каждым Богом, на которого он достиг. Но тот единый, который говорит сегодня через свое святое Слово, чтобы дальний и ближний услышал, что Бог хочет спасти тебя, спасти тебя, твой дом, и чтобы ты и дом твой принадлежал жизни вечной. Слава Богу! И вы знаете, второй молодой человек, когда говорил, говорил о рыбаке, о том человеке, который по зову своей жены пошел ловить рыбу в море, сказала жена, пойди поймай рыбу. Что влечет человека? И вы знаете, на этот вопрос трудно объяснить женщинам, как и женщинам тяжело понимать тех, которые идут, чтобы поймать что-то и принести в свой дом. Но мне понравилось Слово, которое он говорит о том, что человек, который делает свое упование на Господа, никогда не постыдится о том, что избрал для жизни своей, для жизни вечной. И вы знаете, Христос в последних книгах Откровения, которые дал Иоанну, говорит себе, стою у двери и стучу. И вы знаете, вот этот стук, который раздается Христом, человек внутри находящийся может не всегда услышать. Хотя вы меня все чудесно слышите, потому что у меня микрофон, микрофон отражает стук, и до каждого из вас доходит то Слово, которое сегодня вы хотите услышать. И он говорит, кто услышит голос, тому отворю. Сегодня желание вашего сердца прийти в вечерние часы и послушать, что Бог хочет снова сказать для тебя, есть основанием того, что сердце твое горячо и вполне предано Господу. Вы из правильный, правильный путь и правильное направление, и никто у вас, никто вы слышите, чтобы не отвел от правильно истинного пути. И вы знаете, одну из таких притч, которые я хочу сегодня говорить, она записана Евангелистом Матвеем, она записана Евангелистом и Марком, но Матвей немножко больше приоткрыл эту страницу. Я хочу ее ознаменовать шагом веры, которая сегодня так необходима каждому из нас. Надежда, вера и любовь. Эти три качества, которые христианин обязан иметь, не хочет иметь, хочет иметь, хочет нет, обязан иметь. Ибо без этих качеств познание Слова Божьего иногда может только вам касаться вашего слуха, но не проникать глубоко в сердце и там ничего не оставлять для вас. И оно будет подобно тому семени, которое во время жатвы здесь зачитывалось на этом месте, что то, что посеяно на доброй почве, на каменистой, в тернии, оно является сегодня то, что вы сегодня слышите, что вы сегодня слушаете и с верою исполняете в своей жизни. И вот одно из таких притч, которое записано в Матвея, 14 главе. Я очень люблю, я очень люблю это место, потому что это место мне когда-то в свое время открыл Господь. Я молился и говорил, Господи, дай мне Слово для народа, чтобы нечто сказать народу. И открывается небо, идет Слово. И вы знаете, это как река, невидимая для взора человеческого. И я взял перо, бумагу и начал только отчетливыми такими фразами записывать, чтобы то, что между них, я уже потом успею создать уже в том, что буду готовиться к этой проповеди. И вы знаете, идет Слово о том, как Петр когда-то захотел прийти к Иисусу. Когда-то каждый из вас захотел идти к Иисусу. В Петре на тот момент была и гордость, и сомнение, и самохвалье. Все сочеталось в одном человеке. До тех моментов, когда Бог начал испытывать Петра. Сегодня в каждом из нас, когда мы приходим к Иисусу, есть еще эти качества. Но Бог не говорит тебе прямо. Он сегодня нежным голосом говорит через проповедников, через обстоятельства в нашей жизни, чтобы мы умертвили свои земные члены. Оставили то, что не назидает, а то, что отдаляет нас от Господа. И вы знаете, я его прочитаю, а потом нечто хочу засвидетельствовать вам. Это записано в 14 главе, 23 стихов. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертый уже стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие Его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ним и сказал, «Ободритесь! Это Я! Не бойтесь!» Петр сказал Ему, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде!» Он же сказал, «Иди!» И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, подержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем Ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие уже в лодке подошли, поклонились Ему и сказали, «Истина Ты – Сын Божий!» Слава Богу! Слава Богу! Это Бог предлагает сегодня взглянуть Тебе и мне, снова мне и Тебе на шаг веры, который Ты делаешь напротив стоящего Иисуса. Какие бы ни были в Твоей жизни испытания, Бог предлагает Тебе сегодня оставить место и пойти к Нему навстречу. Вы знаете, когда-то в 79-м году я только пришел к Господу, закончивший армию, я встретил свою половину, и я сильно полюбил. Полюбил ее не за Господа, а полюбил за ее образ, за ее девичью чистоту. Но были условия, шиниться нельзя, надо покаяться, надо принять Иисуса, надо стать верующим человеком. «Господи, ну насколько я верующий? Я не могу Тебя обманывать. Но я не имею тех качеств, которые Вы имеете, братья и сестры, которые Вы уже много лет верующие. Дети Ваши родились в тех домах, которые слышали всегда «Аллилуйя!» «Слава Богу! Будем молиться утром и вечером!» Я этих слов не слышал, но я решил, что ради моей будущей жены я покаюсь и сделаю синим человеком. Мы поженились, и вот буквально через какое-то маленькое время, когда у нас родился первый сын, он был сегодня здесь, приходит ко мне Иисус ночью во сне, растирает руки свои и говорит, «Сын мой, иди ко мне!» «Господи, я не знаю этого слова, мне никто не говорил об этом слове!» Вы помните, когда-то Илья и Самуил, маленький, когда говорил, «Илья, ты звал меня?» Он говорит, «Нет, иди ложись спать!» Самуил был маленький человек, он никогда не слышал голос Божий! Кто мне мог сказать, если когда Бог позовет, «Говори, говори, Господи, слушай, раб, что ты хочешь сказать!» Я говорю, «Господи, я не могу тебе прийти!» Потому что у меня молодая жена, у меня молодой маленький ребенок, я молодой, как я могу к тебе прийти? Ты меня зовешь, чтобы уже взять с этой земли! Это мои мозги молодые начали соображать, что-то там какое-то, крутить кино, чтобы отстать! Господь оставляет меня! Дорогие мои, если когда-то в вашей жизни придет к вам Иисус и скажет, «Сын мой или дочь моя, иди ко мне, беги к Нему!» Потому что он имеет ключи ады и смерти! Он отворяет, и никто не затворяет! Ты слышишь меня, человек, принявший образ Господа, ставшись сыном и дочерью Спасителя Иисуса Христа! И через 13 лет Бог оставил меня наедине с этим миром, там, где я жил! Он говорит, «Живи снова! Питайся этими рожками! Питайся тем, что ты забыл дом отца и матери, и ты ушел в ту полуденную страну, чтобы там расточить свое имение!» Но, мой дорогой друг, не дай Господь, чтобы в твоей жизни случились эти тяжкие дни! Я говорю, дни! А у меня эти были годы, 13 лет! И уже здесь, в Америке, когда мои обстоятельства так, настолько стеснили меня, я никогда не забывал его! Я приходил в собрание, но Господь не мог достучаться до моего сердца! И вот через 13 лет я снова вижу тот же образ, те же белые ризы, тот же голос, который говорит, «Сын мой, иди ко мне!» Я говорю, «Господи, не иду, а побегу к Тебе, потому что Ты моя надежда, Ты моя скала, Ты мой щит, Ты упование мое, ибо только на Тебя моя надежда, и вера моя только в Тебе!» Не знаю, что сделает со мной человек и как будет в моей жизни, но то, что Ты предлагаешь мне, где сравненно лучше то, что предлагает мир! И после тех слов, когда я сказал, изменился жизнь моя, изменился путь мой, это произошло в 93-м году, о чудный день! Вот тот великий день, когда Господь снова, во великой милости Своей, простер ко мне свой жезл, свой перст, и сказал, «Сын мой, иди ко мне!» Я никогда не забуду, прошли годы, прошли десятилетия уже жизни здесь, в этой стране, но Его Слово, Его жизнь, Его Царство Небесное дороже для меня всех благ на земле! И вы помните, когда Господь говорит, «Кто возлюбит близких своих, детей своих, друзей, больше, чем меня, Он говорит, не достоин меня, возлюби Его!» И вы знаете, этот шаг веры, когда Он увидел Иисуса Христа, идущего по морю, Петр, ты рыбак всю жизнь провешься на воде, в ладье, это и заработок твой был, разве ты убоялся этих волн? Разве только первый раз случились эти волны в твоей жизни? Но Он говорит, «Господи, если только это Ты, позволь мне прийти к Тебе по воде!» Вы знаете, вот эта жизнь, вот это первые шаги веры, когда ты пошел к Иисусу, «О, сколько раз я хотел к Тебе прийти по воде, Господь!» «Сколько раз я хотел к Тебе прийти!» Но это прообразно, Господь говорит, «Твой шаг, который ты должен сделать, с той ладьи благополучия, в ту пучину, где всегда есть твердое основание, потому что есть это сам Иисус Христос!» И на этом основании, кто строит, устоит того строения. И Петр, сделавший несколько шагов с верою, а может с гордостью, а может с каким-то пафосом, я не знаю, но когда он смотрел на Иисуса, он и шел. «Когда ты, верующий друг мой, смотришь на Иисуса и потом закрываешь глаза и смотришь в этот мир, ты вставляешь образ Его, и в твоей семье, в твоем доме может случаться то, что сегодня мир называет распри, раздором, разводом и так далее и тому подобного. Очень чудесный псалом мы пропели. Ну, чудесный псалом. Те люди, которые сочиняли Его Бог Духом Святым, ложил на сердце, чтобы эти песни, эти псалмы пел весь народ. Это любовь. Вот она, совокупность, совершенство. Но на тот момент Петр еще был Петром. Он еще тогда не был основательным камнем, на котором Господь говорит, поставлю церковь, и врата ада не одолеют ее. Он хотел быть на тот момент просто Петром. Он сделал один, второй, третий шаг, и потом вот этот шаг веры, его сомнение, что там не Иисус, а только волны. Он начал тонуть. Я хочу снова вернуться, дорогой друг. Тот, кто всю жизнь вырос на воде, кто умеет плавать, даже если волны покрывают тебя, разве ты будешь кричать о помощи? Ныряя, ты снова взойдешь, и снова будешь. И так же Петр. Он неоднократно был в этой пучине, тонул, но он никогда не вызывал о помощи. А тут этот крик помощи направляет тебя и меня, чтобы ты снова увидел Иисуса, чтобы ты снова обратился к Голгофе, там, где за меня и тебя лилась невидная кровь, там, где он говорит, Господи, если возможно, пусть минует, но если бы миновала чаша его тогда, сегодня ты был бы тщетен здесь, на этом месте. Если бы там не пролитая кровь, где бы мы были сегодня, мои дорогие друзья? И вы знаете, Иисус подошел, и без труда, тот человек, который был изнуренный постами, который много не ел, но проводил дни свои в молитве. Вы представляете, насколько образ его был, худ. И он без особого труда подошел, протянул Петру руку и поставил его на твердое основание. Ты слышишь меня, человек? Я сиди сегодня в твоем доме, в твоем сердце. Ты его топаешь. Подай голос спасения. Там, где ты сидишь сегодня, когда будет молитва, подай голос твой, и Господь услышит тебя, и возьмет тебя за руку, и поставит тебя рядом с Ним. Вы знаете, там, где Иисус, там бы уместилась не одна наша церковь, в которой здесь мы находимся, но много церквей, потому что там, где Христос, там есть твердое основание. Аллилуйя! И придут народы со всех концов земли, и поклонятся и Господу Творцу Творцов, и Господу Господствующим. И там будет место всем, только те, и чье сердце вполне предано Господу. И вы знаете, когда он поставил Петра, Библия не описывает, как долго они шли снова, чтобы войти в ладью. Когда он его взял за руку и поставил, они снова, написано, вошли в ладью. И что сделалось вокруг? Друг, ветер утих. Ты слышишь меня, дорогой? Друг, брат и сестра, церковь дорогая, там, где Иисус, там тишина и покой. Аллилуйя! Какие бы бури тебя не доливали, какие бы ветры не налегали на твой дом, но там, где Иисус, там есть устройство, там мир и благодать. Аллилуйя! И Бог уже не приходит ко мне сказать, Сын мой, приди ко мне. Он говорит, иди за Мною. Возьми крест, и не отвергай, не отрезай то, что я определил для тебя пройти. Тот путь, который я определил для тебя, это путь с Господом. Исполни его. Эти слова когда-то мне Господь сказал. Твой путь с Господом. Исполни то, что ты обещал ему, минуты скорби твоей. Дорогой друг, когда мы обещаем Господу добрая совесть, чистое сердце, Бог сегодня ждет от нас этих молитв, этого желания гореть для Него, и не угасать, чтобы Бог благословил вас, благословил ваши семьи, ваши дома в эти рождественские дни, чтобы, знаете, вы не говорили, или когда-то в вашем сердце сказали, готов ли ты к этому дню? Вот так мне три дня назад сказали, готов ли ты к этому Рождеству? Я говорю, вы знаете, к этому дню надо быть готовым всегда. Ибо Рождество Иисуса Христа в тебе должно быть постоянно, ежедневно, а не только в те дни, которые эта страна празднует праздник. Пусть Господь благословит всех вас, пусть благословит и умножит веру, надежду, упование на Господа, чтобы любовь была тем якорем надежным, который вы сегодня утверждены в нем и благоденствуете в нем. Пусть Господь благословит вас. Слава Ему. Аминь. Пастырь предлагает помолиться. Отец наш, небесный Бог наш, Аллилуйя, мы идем к тебе, Творец, рабу, рабе, реклави, давида ищтауэс, амири миклами табир, белеви табелвас, прими молитву народа твоего, Господь, и преклони ухо твое, чтобы слышать, Господь, зов народа твоего, арра, рабе, реклави, давида ищтауэс, благослови, обнови твой народ, во имя Иисуса, во имя пролитой крови, за тебя и за меня, дорогой друг, потому что она лилась, чтобы дать тебе будущность и жизнь вечную. Слава тебе за твой вечный благословенный путь, который говорит о вечной жизни, о том Царстве, о том, Господи, вечном Иерусалиме, художником и строителем, которым является Бог. Слава, слава, слава тебе, Творец, за твое евангельское слово, за твою любовь, которую ты проявляешь к нам, за твои проповеди, которыми наставляешь, учишь нас и обновляешь нас через святое помазание, через Дух твой святой. Благослови служителей церкви, благослови левитов, благослови, Господь, тех братьев и сестер, которые являются, Господи, гражданами этой поместной церкви, а не граждане неба твоего. Аллилуйя! Господь, благословляй их, щедрый твою рукою, наделяй их, Господи, твоими обильными тарами. Да будет твой мир, да будет устройство в стенах дома твоего, и желание ихнее, тайнее, Господь, и то, что высказано, исполняет Творец, ибо они хотят во благо жить и прославлять Твое имя, дети ихнее, и наследие, за тех дней, которых Ты, Господь, ведешь нас, вечный Твой ханаам. Удали, Господи, всякий грех, гордость, Господь, все то, что мешает Тебе прийти по воде, Господь, чтобы быть с Тобою всегда в Твоих обителях. О, рабуни, Ты есть жизнь, Ты есть, Господи, слава, святость Тебе, Господь, пусть придет с наших сердец, наших уст. Прими ее, Господь, как дар благословенный от народа Твоего в эти вечерние часы. Прибудь и останься с нами. Когда мы пойдем от этого места, не оставляй нас, как мать и отец. Держи дитя свое, которое так необходимо и нуждается, чтобы руки родителей держали. Так и мы нуждаемся в Тебе, Господь. И если Ты оставляешь нас, Господь, мы остаемся без водительства. О, как тяжело, Равунди, я молю Тебя и упрошу Тебя упопанием на Тебя, Господь, сегодня народ желает встречи с Тобою. И встретение с Тобою, Господь, сегодня так необходимо. Каждому и Церкви, Господь, помилуй, обнови ее, Господь, и пошли благодать Твою, которую Ты обещал излить Духом Твоим святым в те дни последние. Слава, 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 царю царей и Господу Господствующей, земля катая, которая будет праздновать рождение Твое, Господь. Но Ты родился в наше сердце, в жизнь нашу вошел. Господь, утверждайся, расти в нас, Господь, чтобы и мы росли во славу Твоей, Господь. Тебе слава, Тебе честь и поклонение наш вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.